Специально для вас решили запилить видео, где вы задаете кучу вопросов, как вести себя в пределах повышенной волатильности, как вообще, что делать. Был бы другой спикер, он был, наверное, сейчас полтора часа рассказывал какую-то, я люблю это очень выражение, постную. Ну, как вы знаете, я это очень не люблю, все мои отключения, они очень короткие, но они очень точечные. Есть несколько вариантов торговли в период повышенной волатильности. Первое, не торговали вообще. И как ни странно, если вы думаете, что я как бы над вами прикалываюсь, да, и смеюсь, абсолютно нормально. Поверьте мне, даже такой крутой трейдер, как я, в период повышенной волатильности, когда стопы там возрастают в 3-4 раза, я сейчас вам покажу несколько примеров, даже я не буду лезть. То есть, вариант первый, не торговать вообще. Вариант второй, если вы торгуете, то торгуете только возле очень сильных критических уровней и те инструменты, которые открываются без гепов. Объясню почему. Как только инструмент открывается с гепом, в инструменте появляется повышенная волатильность. Повышенная волатильность не всегда хорошо, это указывает на то, что стопы, естественно, тоже будут повышены. Поэтому с этим нужно очень и очень аккуратно. То есть, когда появляется высокая волатильность, вы должны понимать, что ваши стопы, вот такие вот копеечные, будут сносить. Вариант третий, самый правильный. Торговать возле очень сильных критических уровней раз. Торговать это все вместе. Я не заговариваюсь. Торговать те инструменты, которые открылись с минимальным гепом 2. И третье, торговать те инструменты, которые на коротких таймфреймах дают короткие точки входа. То есть, уровни должны быть очень сильными и очень красивыми. Для того, чтобы сейчас это сделать, я вам просто покажу, что такое высокая волатильность и что такое маленькая волатильность. И вы поймете. Сейчас вы увидите мой экран. Вот, давайте просто начнем с Тесла. Многие лезут торговать Тесла. Волатильность обычно определяется, например, в нормальных ситуациях, размером 5-минутного бара. Средний размер 5-минутного бара по Тесле, посмотрите внимательно, вот он. Райм приблизительно, приблизительно полутора долларов. То есть, если вы торгуете Теслу, вы должны понимать, что у вас стоп будет очень и очень большой. Да? То есть, только если вы увидите какой-то очень сильный уровень, например, вот как здесь. Видите? Это 553. Это действительно очень сильный уровень. Его можно увидеть. И если вы увидите только такие уровни, то такие уровни можно торговать. Теперь я вам покажу уровни, которые вот я показывал несколько дней назад. Свою сделку по карт. Сейчас я вам покажу, насколько там был сильный уровень. Это было 7 долларов. Сейчас я вам покажу. Сейчас, 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 сейчас. Одну секунду. Просто, чтобы вы понимали. Да, там. Сек, 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 сек. Это был первый уровень. Да? Вернее, второй. Да? Кто видел? Я заходил двумя порциями. Одна была сделка в районе 9, 29.30. То есть, вот здесь вот. Видите? Здесь очень сильный уровень был. Очень короткий стоп. То есть, стоп можно ставить там за 8.90. И стоп, на самом деле, в данной ситуации очень короткий был. И сейчас я вам покажу. Вот уровни. Вот такие. Видите? Это очень сильный уровень. Видите? По 9 с половиной долларов. Реально. Вот этот уровень можно было торговать. И сейчас я покажу. Видите? Вот 7 долларов. То, о чем я говорил. Смотрите внимательно. Видите? Вот. Вот такие вещи можно отторговывать. Очень, сильные. То есть когда вы видите, что инструмент именно, это была вторая моя покупка вот здесь, вернее первая покупка была. То есть если вы видите, что уровень очень хорошо отрабатывает, как здесь, только такие, или вот как здесь, в районе 760, или только такие уровни можно отрабатывать. То есть старайтесь очень внимательно работать только с теми картинками, где есть хорошие, красивые уровни на коротких тайфреймах, которые будут давать точку входа. Если инструмент очень волатильный, то есть период повышенной волатильности вас будут выносить ногами вперед. Либо вы заходите от очень сильного уровня и учитываете повышенную волатильность, либо вы потеряете в сидении. Поэтому, как я уже сказал, в период повышенной волатильности три совета. Вариант первый, не торговать вообще. Вариант второй, торговать только те инструменты, которые открываются не с гепами, которые стоят у самого начала своего движения возле сильных уровней, и торговать только те инструменты, которые на коротких тайфреймах 5 минут, 15 минут, 30 минут или час дают очень сильный уровень. Я вам показал несколько примеров. Все. Всем удачи, всем хорошего дня. Зарабатывайте деньги.